Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Особое внимание вы должны уделить цвету рыбы Структура семги должна быть упругая Тогда вы выберете без ошибок Самую вкусную свежую рыбу Кетчупы, соусы и майонезы Три желания Готовим для родных Всем привет, меня зовут Ильин Иксавелий Это самое вкусное шоу страны Магия кухни Сегодня я постараюсь удивить Своими рецептами не только вас Но и очень интересного гостя Знакомьтесь, актер театра и кино Вахит Изимов Здравствуйте, Вахит Здравствуйте Как у вас дела? Отлично Сегодня мы будем готовить Интересные продукты Вот, например, наши Наши фирменные макароны Магия кухни Они приготовлены из цельных злаков И поэтому они очень полезные И очень вкусные Идеально подходят для нашей пасты сегодняшней Также мы сегодня будем готовить И сыр пармезан Это интересный, очень твердый Итальянский сыр Также возьмем цукини Итак, для сегодняшнего рецепта Нам понадобится Сварить, конечно же, наши макароны Для этого мы возьмем кастрюлю Добавим воды Многие люди думают Особенно домохозяйки Думают, что варить пасту И готовить пасту Это сложно На самом деле Это совсем не сложно Главное Знать некоторые принципы Добавляем немного соли Ну и, конечно же Сегодня Наш генеральный партнер Евразийн Фурс Корпорейшн Со своими брендами Три желания Шедевр и Золотые горы Будет помогать нам Готовить вот эту Красоту Которая у нас будет в конце Сейчас мы Сначала нарежем кабачки Нужно будет нарезать Сначала слайсами А потом их разделить На пополам Пожалуйста, приступайте Смотрите, я вообще Никогда не готовил Смотрите, очень просто На самом деле Резать это совсем не сложно Нужно знать только Некоторые принципы Так же, как и Приготовление макарон Вы строго по фалангам Скользите И вот так вот отрезаете Получается нам нужно вот такой вот слайс И слишком толстый Чтобы он успел прожариться Чтобы получилось красивое блюдо у нас А поддерживает Вахида Сегодня у нас победитель конкурса в инстаграме Вот, пожалуйста, поприветствуйте Можете представиться? Здравствуйте, меня зовут Биби Нур Я участница конкурса в инстаграме На страничке Маги и Кухни Я сделала репост Рецепт, который мне понравился Написала о том, как сильно я хочу здесь участвовать И вуаля Я сейчас здесь Здорово Очень интересно А какой именно рецепт вам понравился? Мне понравился рецепт пасты По-моему, со сливочным соусом Если не ошибаюсь Не помню, с каким поваром вы это делали Но было вкусно Ну, у нас все шеф-повара очень вкусно готовят Я уверен, что блюдо действительно вкусное Нужно будет разрезать на две части Вот так вот Где-то половину Остальную половину моста Итак, а пока мы будем варить наши макароны Возьмем наши фирменные макароны Где-то около 100 грамм примерно Никогда не сливайте сразу воду Вода, в которой варятся макароны Она нам поможет создать текстуру Хорошего соуса Интересно Итак, отлично Отлично порезали кабачки Моя миссия закончена Нет, еще совсем не все Нам нужно будет добавить сливки Вот эту чашку Мы готовим нашу базу для нашего соуса 30% сливки добавляем в чашку Затем нам нужно будет отделить белок от желтка Белок добавить сюда А желток как раз таки в сливке Это поможет создать консистенцию соуса Хорошую, эмульсию Интересно Итак Нам нужно будет натереть сыр на терке Давайте Кабачки пока отложим в сторону Наверное, нам понадобится чуть позже Сберем оливковое масло Ну, конечно же, масло шедевр Почему мы добавляем два масла? Растительное масло не дает оливковому сгореть Оливковое масло оставит свой аромат и вкус И с помощью вот этого у нас получается очень хороший насыщенный вкус Берем наш карбонат И отжарим Махита, расскажите пока про творчество, пока вы делаете, пока вы натираете, занимаетесь таким сложным процессом Очень сложным Расскажите пока про свое творчество Вот Как вы Как вас занесло, так сказать, в такую актерскую жизнь Театральную, скажем Ну, я с детства Наверное, это все с детства у меня Сам я закончил в училище хореографическое Я по профессии еще и артист балета Проработав два года в Готобе Театр оперы и балета Думал, что это не мое И думал перейти на актерское То есть актерское все-таки пересидло, да? Актерское это все свое, да, это все родное Уже как два года я закончил академию И работаю в театре Жасахна И думаю, за этот немаленький срок У нас есть уже большие успехи Мы получили Грам-при в Петербурге У нас есть четыре спектакля уже таких репертуарных Очень интересные у нас в театрах Приходите Думаю, спасибо большое за приглашение Мне саму тема театра, она очень близка Мне очень она интересна Потому что я сам, ну, раз в неделю так точно хожу в театр Итак, а пока у нас макароны здесь варятся Мы должны понимать, что макароны варятся примерно в среднем около минут 12 Это в состоянии аль денте Если вы знаете такое состояние на зубок, говорят итальянцы Именно в этом состоянии макароны самые полезные Ну и самые вкусные, конечно Мы чувствуем текстуру пасты Работа с огнем – это одна из, скажем так, граней работы повара Мы добавили белое вино Сейчас соус эмульгирует, сейчас он настаивается Итак, мы выключаем Нам достаточно Приготовление такое Пахид, а расскажите, вы сами дома готовите вообще? Нет, я же вам говорю, я кухню вообще не прикасаюсь Яичница Многие говорят, что максимум, что я могу сделать – это яичница Максимум яичница Но я вам скажу, на самом деле, готовить яичницу – это тоже, скажем, искусство Не знаю, как-то не приходилось ко мне, мама у меня очень такой... Давайте договоримся так, в следующий раз, когда вас просят, умеете вы готовить, вы не говорите, что не умеете Научился в бумаге кухни Вы говорите, умею готовить как минимум яичницу Но еще и так умею готовить карбонару, там, норвежский салат, это так просто Я утром стою и думаю, а что сготовить – карбонару или яичницу Чтобы у вас вот такие выборы большие Опять он за свое Вот соберу урожай, будет зима сытая Что, упахался? Мечтатель Заживем мы с тобой, Маня Вот лучше поешь по-настоящему И за работу Натуральное сливочное масло из сливочек ядреных приготовленное Такое ароматное и вкусное Масло «Золотые горы» Настоящее, как обещали А теперь мы достанем наши макароны, чтобы они смешались с нашим соусом Методом, если будет попадать немного в соус вода, ничего страшного В соусе достаточно крахмала именно в этой воде И он поможет нам совместить все ингредиенты, все вкусы воедино Итак, сейчас наш соус закипит И мы будем добавлять нашу заправку в виде сливок, желтка, перца, сыра пармезана Это самое вкусное, что есть в соусе Он все сэмульгирует и получится хороший, красивый и вкусный соус Я думаю, что такую пасту, как в принципе все пасты, можно готовить с легкостью дома Для любых домохозяек это просто подарок Многие едут за 3-9 земель куда-то в какой-то ресторан, чтобы попробовать пасту карбонара Хотя она вот она, вот она, дома у тебя есть И всегда можно ее приготовить легко Итак, наш соус практически готов Крахмал, выделяющийся из пасты, он прям виден здесь, видите? Он уже начинает эмульгировать, уже начинает работать, взаимодействовать Кабачок сейчас тоже в состоянии аль денте Он мягкий, хрустящий, он именно сочный и вкусный Мы его не перевариваем, не делаем из него кашу Теперь добавляем наш соус Так как в составе нашего соуса есть желток Соус с легкостью сейчас начнет загустевать Как вам процесс приготовления сегодня? Очень интересный Это как театр, да? Тут тоже все сначала, берешь пьесу и читаешь, вчитываешься, разбираешься Процесс такой интересный, у каждой профессии есть, каждая Мне кажется, с театром можно сравнивать абсолютно любые процессы Он такой универсальный Театр, как говорят, театр это как жизнь, театр это как кухня Много цитат, да И очень много разных цитат на этом фоне Уже паста сэмульгировала? Ну, как вы и сказали, все с любовью, ничего не получится Вот я смотрю, вы как-то прям делаете все так эмоционально, все так с любовью Так же и театр, мне кажется, если ты не любишь театр Вот в театре без настроения играть, мне кажется, никак Да, у тебя Надо же вжиться в роль, надо понять В театре нет такого, если у тебя нет настроения, тебе дают выходной, у такого нет У тебя есть настроение, нет настроения, ты должен выйти Вы хотели бы сыграть роль повара, может быть? Ну, конечно, все возможно, да, интересно Не знаю, а сам повар бы смог играть повара? Это интересный вопрос Ему играть нечего Просто надо делать то, что ты делаешь постоянно На самом деле, очень жизнь поварская, жизнь повара, гастрономическая жизнь, она очень интересная Она просто... просто... гастрономия сама по себе общепит Это реально театр Там есть и злые персонажи, есть и добрые персонажи, есть спасатель Который всех всегда спасает, это, наверное, су-шеф в ресторане Так, практически готова наша паста В конце добавляем еще немного пармезана Итальянцы очень любят в пасту добавлять оливковое масло Они изрядные, прям заливают оливковое масло Но сегодня мы не будем сильно много оливкового масла добавлять Но при сервировке немного добавим Паста карбонара Отварить пасту в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте Кабачок порезать на полукольца Ветчину соломкой, а лук мелко Обжарить все эти ингредиенты на растительном масле Добавить сюда же отваренную пасту и хорошо перемешать Для соуса Добавить в сливки желток, тертый пармезан, соль, перец и хорошо взбить Влить соус в пасту и перемешать Приятного аппетита! Так, мы приготовили нашу пасту, осталось приготовить салат Очень интересный салат норвежский Вода у нас уже закипает Нам понадобится почистить картофель А я пока займусь цветной капустой А я пока задам вопрос насчет пасты Да, очень интересно Вот, для пасты нужны какие-то определенные макароны или подойдут любые? Вы знаете, самое лучшее использовать макароны из твердых сортов Они полезные, именно с ними можно приготовить аль денте пасту То есть с хорошим соусом Это самый выгодный вариант Вы, конечно же, можете использовать нашу пасту в магия кухни То есть те макароны, которые я получила от вас в качестве приза, я могу спокойно использовать для пасты, правильно? Конечно, вы можете дома готовить разную пасту И томатную, и сливочную, то есть абсолютно разную Ну вообще это круто, потому что студенты очень любят готовить макароны Теперь каждый студент, посмотрев вашу программу, может с гордостью сказать, что он готовит пасту, а не макароны Представьте, только где-то в общаге студент говорит, сегодня я буду готовить для всей общаги пасту Да Итак, мы закидываем нашу цветную капусту в воду, в кипящую И добавим дольку нашего лимона Цветная капуста варится примерно одну минуту Недолго, она должна остаться хрустящей и вкусной В поисках лучших ингредиентов они могут объехать весь мир Выбирая только самые свежие, вкусные и полезные продукты Ведь готовят они для своих родных, а родных у них миллионы Майонезы, соусы и кетчупы – три желания Готовим для родных Вену, вы рассказывали, что вы любите и сладкое готовить, да? Да Расскажите, пожалуйста, какое сладкое? Ну, самое легкое, что я готовлю – это штрудель из яблок Самое легкое – это штрудель? Нет, ну, как бы… Венский классический штрудель? Ну, я не считаю, что он прям венский, классический, более такой студенческий из яблок и все Национальный такой, да? Вот Местный Да Вы готовили себе студенческий штрудель? Да, студенческий Есть венский, а есть студенческий штрудель Да, и еще иногда готовлю печеньки, когда бывает настроение Ну, вот Ну, всегда по-разному Печеньки обычно я готовлю из шоколада, потому что шоколад – это мое любимое сладкое Вот О, я тоже сладкая Да, сладкое – это круто Но не всегда, конечно Особенно, когда ты девушка и когда ты студент Вот А студент при чем? К сладкому? Ну, вообще, если ты девушка сладкая, не очень В принципе, если ты девушка Ну, вообще, иногда бывает, что студенты много не кушают дома, там, где-то покушают сладкое и так далее И когда не бывает чего-то готового, просто берешь шоколадку, там, в магазине и так далее Обычно что любят делать студенты Вот Поэтому имею в виду, что студентам и девушкам нельзя много Махита, я предлагаю вам вытащить цветную капусту, она уже практически готова Ее куда? Ее нужно будет вытащить вот в эту чашку То есть в кипящей воде она провалилась достаточно времени Сейчас мы будем подготавливать миг салата и готовить наш соус, заправку нашу Махита, какие роли вам нравится вот именно играть? Вот здесь какие-то персонажи? Да, наверное, мой любимый персонаж – это Зигмунд Это роль из одноклассников, у нас есть пьеса «Одноклассники, уроки жизни» Наверное, это моя одна из самых любимых ролей Ну, у меня еще есть роль старика, например Играю еще в одной песне Нет, картошку не надо вытащить, только капуста Только цветную капуста Все, все, все То есть вы больше любите положительные и отрицательные персонажи? Отрицательные, да Отрицательные персонажи? Отрицательные, да Интересно Мне кажется, теперь Вахит с легкостью сможет играть роль повара, потому что у него это очень хорошо получается Роль злого повара, такой хеллс-китчен, да С ножом вместе А как ты готовишься к ролям своим? Ой, это очень такой большой процесс Надо же влиться именно в, скажем так, в роль войти, да? Ну, в роль войти, то есть выучить роль и пойти на сцену это одно А это тот же самый процесс, наверное, когда вы готовите Вы же, наверное, изучаете ингредиенты Сколько нужно соли, там еще что-нибудь Как же и роль, мне кажется Нужно добавить столько-то соли в эту роль, столько-то сахара в эту роль Я говорю по вашему языку Тут главное не переборщить Да, главное не переборщить Мне кажется, есть такие актеры, которые переигрывают А есть повара, которые пересаливают То же самое Как мы готовим нашу заправку для салата Мы добавляем сметану Также мы добавляем майонез провансаль классический Три желания Ну, где-то 50 на 50 Еще как Хорошенько замешиваем Сейчас вы увидите Цвет нашего соуса будет потрясающий Добавляем немного лимонного сока Немного соли Немного перца Оливковое масло У меня соль так тоже добавить так Вы можете добавить вот маленькой ложкой свекольный фреш Свекольный сок Обычный сок Да, где-то ложечки три добавьте Это как, знаете, такой овощной краситель натуральный Ух ты Сейчас вы увидите, какой будет цвет соуса Потрясающий соус Как мороженое Хочется прямо на десерт его съесть А почему рецепт называется норвежским? Потому что в Норвегии зачастую используют рыбу в салатах Ну, в принципе, в Норвегии используют рыбу повсеместно практически Потому что это родина норвежской семги, да, норвежской форели И это родина красной рыбы, можно сказать И большинство блюд взято оттуда Именно норвежская кухня навеяла на создание такого рецепта Интересно Он действительно очень интересный, он уникальный Сюда же, к листу салата, мы добавляем фрезе Красивые такие листочки, молодые Вот здесь Сковородка у нас пока раскалилась Мы будем обжаривать на ней картофель и цветную капусту То есть уже будем доготавливать ее Мы ее подварили И нам нужно придать ей вкус Цвет, аромат Ну, конечно же, все в приготовлении еды любят жарить Я не скажу, что это самое полезное Я не скажу, что это очень полезно Но это, безусловно, вкусно Не всегда вкусно и полезно идут в одну ногу Иногда бывает очень вкусно, но не очень полезно Иногда бывает очень полезно, но зачастую это не очень вкусно Добавляем листочки мангольда Пахит вы можете перейти на эту сторону Мы будем уже сейчас сервировать У нас получается такой очень красивый, изящный микс Я обожаю использовать именно молодые побеги растений Которые вот прям скрываются в самом центре Видите, вот Это самое вкусное, самое красивое Именно вот здесь, вот видите Красивые листочки Желтоватый цвет Они дают текстуру, и они очень хрустящие и вкусные А вот, Савелий, скажите, с каким овощем бы вы себя сравнили? С каким бы овощем, естественно? По качествам, может? Ну, не знаю даже С каким бы овощем? Хороший вопрос, кстати Я даже не задумался об этом В какую бы роль я лучше вошел? В какую бы роль? Давайте, Вахит, сначала вы ответите Так как вы актер, вы умеете, так сказать, подойти, войти в роль Ну, у нас есть такой термин Зерно образа То есть, если ты берешь образ Ты должен как-то с кем-нибудь животом, например, сравнивать эту роль Ну, а с овощем как-то еще не приходилось Ну, подумайте, Вахит Я вас сейчас немного подставил Я понимаю, что вы подставили Даже Тоже не знаю, каким Честно Используем растительное масло-шедевр А вы пока думайте А вы каким? Я бы сравнила себя с морковкой Потому что она яркого цвета И я считаю, что, ну Я довольно-таки интересная Ну, в общем, яркая Такая мне хочется везде участвовать и так далее Вот И говорят, что морковку кушают, чтобы быстро бегать А я люблю очень бегать По утрам, по вечерам Поэтому я люблю морковку Вот И сравнивать себя с морковкой Круто, когда человек сам подготовился Под свой вопрос Думаю, заготовочка была Я не знаю даже Я вот сейчас думаю так Быть может, я, наверное, все-таки брокколи Потому что Это такое вот, знаете Ну, я сам по себе Знаете, много провожу времени на кухне Много ем Но не толстею вообще А брокколи, он такой здоровый Такой яркий Может быть, сказать Такой жилистый Наверное, я все-таки брокколи Все сразу замолчали Огонь Так, обжариваются наши овощи Всегда было интересно, как это вот Добавляем немного соли Огонь Как происходит этот момент огня, да? Интересно, такая химия или что это там в основном? Ну, это все-таки из-за масла То есть масло загорается Из-за того, что реакция происходит с водой Она начинает выплескивать масло Масло входит в контакт с огнем, который у нас здесь есть Благо у нас здесь газ Это очень здорово И получается вот такое вот именно красивое Красивое шоу такое Как и наша магия кухни Итак, нужно будет красивые веточки укропа Вот так вот бережно добавить в наш салат Очень красиво будет все сочетаться внутри Так как укроп очень хорошо подходит красной рыбе А пока я нарежу красную рыбу Мы берем малосольную семгу Она очень красивая и яркая Но сначала зачистим шкурки Таким вот простым методом Очень быстро Вот скажите, на какой праздничный стол больше всего подойдет этот салат? На какой праздничный стол подойдет это блюдо? Да Я думаю, что абсолютно на любой праздничный стол Будет это Новый год, какой-то праздник Ну, это все-таки рыба А рыба, это для нас, для казахстанцев, это уже праздник Потому что рыбу мы не часто кушаем, не часто едим Как видите, очень красивый колер появился на наших овощах Это очень здорово Овощи приобрели свой цвет А мы нарезаем тонкими слайсами нашу рыбу Не тонкими, красивыми слайсами У вас укроп получился? Отлично, теперь перемешайте все, чтобы все слилось в своей деревне Очень красивое сочетание будет розового, красного, цвета зеленого Теперь берем семгу Вот так красиво ее выкладываем Видите, как ярко все Все ярко и красиво Какой праздник салат Ну, прям, да Это прям Этот салат будет главным на столе Скажем так Теперь главное воздушность Главная воздушность Мы воздушно Сверху украшаем все это зелень Не закрывай, конечно же, основных милей Тут наш укроп красивый Фризе К которому бережно так Все И Немного перца И, конечно же, долька лимона Итак, салат готов Осталось только попробовать, что же у нас получилось сегодня с Вахитом Норвежский салат с семгой Цветную капусту разделить на соцветия Отварить в кипящей воде вместе с картофелем Затем обжарить овощи на растительном масле до золотистого цвета Сметану смешать с майонезом Добавить свекольный сок и хорошо перемешать Рыбу нарезать тонкими ломтиками Собираем салат На тарелку выложить соус Сверху овощи, рыбу И красиво украсить зеленью Приятного аппетита! Ну, конечно же, хочется уже попробовать наше блюдо Но для начала есть один нюанс Вахит Я хотел бы подарить тебе вот такой подарочек От нашего генерального спонсора Евразиан Фудс Корпорейшн Со своими брендами Три желания, Золотые горы и Шедевр Вот такой классный подарок тебе Спасибо большое Он станет обязательно грамотным дополнением для твоей кухни Ты будешь использовать все это в приготовлении таких же блюд интересных, как у нас Ну, наверное, попробуем все, что мы сегодня приготовили Бибернур, подходите Берем вилочки Вахит Все, прошу Спасибо Какой классный салат С чего начать? Я думаю, что салата сначала надо будет попробовать вместе с соусом Все ингредиенты собрать воедино Вахит, пробуйте пока пасту Нужно попробовать все вместе Очень вкусно Особенно Можно все с тем, я сам Нет, Вахит Сегодня ваша поддержка, так что Очень вкусно Она должна поддерживать нас во всем Даже в поедании салата Да, мне это все вкусно Очень вкусно, да Да, намного вкуснее этим студенческие макароны Собирайтесь большими компаниями Готовьте вкусную еду Так же, как мы на своей студии С вами было самое вкусное шоу страны «Магия кухни» Я ее ведущий Еленых Савель Спасибо и до встречи Масло «Золотые горы» Настоящее, как обещали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому